Наш онлайн-семинар сегодня посвящен таким необычным обсуждениям перспектив развития цифровых инструментов и сервисов. Мы с вами послушаем доклад Платонова Валерия Николаевича, который только что приехал с выставки BED в Лондоне. Он расскажет о том, что там было представлено, какие сервисы для педагогов, для обучаемых, для автоматизации управления учебным процессом и многое-многое другое. Затем это примерно, я думаю, час, может быть, даже больше займет. Я просто видела доклад Валерия Николаевича, я видела, что он такой немаленький. Затем я буду рассказывать о перспективах цифрового образования по результатам анализа последних вот всех докладов о том, что на самом деле происходит. Какие сервисы будут востребованы, какие направления развития. Вот об этом я буду указывать на ссылке, откуда берется эта информация. То есть это обобщение такого отечественного и зарубежного опыта. Ну, моя специализация, те, кто у нас в первый раз, я специализируюсь в области информатизации образования. У меня докторская по комплексной информатизации в УЗА, которую я защищала в Российской академии образования. Тогда там еще был институт информатизации образования под руководством академика Роберта Рен-Вениаминны. И, собственно говоря, вот эта научная школа, она, так скажем, в основе моей терминологии, которой я буду пользоваться. Итак, а сейчас мы хотели бы Валерию Николаевичу посмотреть, как он называется. Добрый день, меня слышно? Здравствуйте. Добрый день, меня слышно? Да, мне слышно. Коллеги, пожалуйста, напишите плюсики. Все, всем спасибо. Спасибо большое, Светлана Валерьевна, за презентацию, за представление. Ну, я немножко, конечно, расскажу о себе вначале. Мы занимаемся конференцией «Эдкранч», известной в России конференцией по технологиям образования, в основном, конечно, новых технологий в образовании. Мы нацелены на то, чтобы называть эту конференцию международной, с приглашением как иностранных специалистов в области технологий в образовании, так и стартапы, команды и, вообще говоря, участников из других стран. И в этом смысле мы считаем, что мы преуспели в этом направлении и делаем ряд интересных, с нашей точки зрения, проектов в области технологий образования, в том числе по сотрудничеству с зарубежными компаниями, зарубежными организациями, именно даже в образовании вот таких событий, мероприятий. Ну, конечно, конференция «БЭД» – это одна из самых крупных конференций в мире по технологиям образования. Она совмещает в себе выставку, она совмещает в себе определенные учебные мероприятия. Конечно, мы, когда отправляемся на такую конференцию, смотрим и рассматриваем все три цели, которые существуют, когда вы посещаете конференцию. Ну, кроме того, что это знакомство с новыми технологиями, с новыми… То есть какое-то обучение в процессе посещения такой конференции, слушание докладов, слушание презентации, посещение стендов. Конечно, самое главное в таких конференциях – это так называемый нетворкинг. То есть когда вы имеете возможность познакомиться вживую с участниками нашего интересного процесса технологии образования, вы можете собрать кучу контактов, вы можете обсудить что-то такое вживую со специалистами «ЭТЭКа». Ну и третье самое интересное – это, конечно, эмоции, которые вы получаете, когда посещаете конференцию. И поэтому я, наверное, свое представление, презентацию посвящу именно тому, чтобы расскажу не только об этих новых тенденциях, новых знаниях, которые получаем, посещая такие конференции, но и о тех эмоциях, которые возникают, может быть, переполняют. В свою очередь я хотел бы, конечно, всячески тоже услышать ваши вопросы. Может быть, по ходу дела какие-то будут возникать такие вопросы. И постараюсь по мере своих знаний, по мере своего вовлечения в эту конференцию ответить. И, конечно, прежде всего я хочу сказать следующее, что посещая такую конференцию с большим количеством участников, фактически там было 800 компаний разного масштаба, от стартапов, каких-то индивидуальных предпринимателей до очень крупных гигантов типа Амазона, IBM, Microsoft и так далее. Конечно, здесь вряд ли я смогу детально рассказать обо всех сервисах, обо всех инструментах, с которыми удалось познакомиться. Но и, наверное, все-таки даже нельзя было бы испытать все эти инструменты на практике. Но, по крайней мере, расположить в какой-то классификации эти инструменты и сервисы, программные комплексы, конечно, можно. И в этом смысле можно заметить какие-то новые направления, новые применения, новые разработки, которые, конечно, нужно еще использовать, испытывать, исследовать. И так сразу сказать, удобен инструмент или неудобен, конечно, по первому впечатлению очень трудно. Но, тем не менее, мы учитываем то, что есть определенные отзывы специалистов по этим инструментам, есть определенные конкурсы, которые проходили в том числе на конференции BED. И это дает нам какой-то референс, какую-то шкалу для того, чтобы говорить о том, нужны эти инструменты или не нужны. И, естественно, упор данного сообщения будет у меня посвящен именно на инструменты, на то, что необходимо основному участнику образовательного процесса – это преподавателям. То есть я старался выбрать именно такие продукты, которые относятся к помощи преподавателям. Ну и, может быть, помощи организации учебного процесса на всех уровнях образования. Вот. Ну, соответственно, мы, представляя конференцию AdCrunch, проводим на этой конференции ряд мероприятий. В частности, у нас проходит конкурс AdCrunch Award двух типов, посвященный онлайн-курсам разного типа, открытые и закрытые, и продукты технологические в образовании применяемые, где мы оцениваем качество продуктов по тем отзывам людей, которые пользовались, или по экспертному оцениванию, когда они пытаются использовать, пытаются работать с такими инструментами. Ну и, кроме того, у нас есть конкурс. Вот впервые в этом году, в прошедшем году прошел конкурс технологических стартапов в образовании, включенный в систему Global Tech Startup Award. И в прошлом году мы впервые провели полуфинал этого глобального конкурса в Москве, который называется GESA Russia или GESA Russia по-английски. И у нас был победитель этого полуфинала, награжденный поездкой именно на эту конференцию, где состоялся финал этого конкурса. И об этом я тоже расскажу. Итак, первая часть как раз будет посвящена конкурсу Global Tech Startup Award, точнее, буткэмпу, состоявшимся перед самим конкурсом в Лондоне в течение двух дней. А сама конференция началась 22 января и закончилась 25 января. А вот буткэмп проходил 20 и 21 января в Лондоне. Я вначале расскажу об этом буткэмпе. 20-21 января в Лондоне, в местечке, около станции Сент-Поллс, состоялся такой буткэмп. Во-первых, сам Global Tech Startup Award – это такая глобальная система конкурсов, включающая более 20 городов из разных стран мира. Ну, фактически, это 20, точнее, там было 19 стран. Организована она изначально компанией, израильской компании Mindset. Они фактически являлись организаторами и изначально вели этот конкурс уже давно. Произошло, соответственно, 6 или 7 таких конкурсов глобальных, и каждый раз были выявлены победители. Вот в этом году мы впервые участвовали в финале этого конкурса с нашим стартапом MyBuddy.ai, о котором я расскажу немножко позже. Ну, вдохновитель этого конкурса и вообще говоря о компании Mindset – это Ави Варшавский. Он у нас был на конференции «Энкрач» несколько лет тому назад. Мы там с ним познакомились, и уже вот на основании этого знакомства, этой связи мы списались с ним. И наша инициатива была в том, чтобы войти в систему вот этих конкурсов. Вот Ави Варшавский здесь на рисунке. Вначале он сделал некую такую презентацию по самому конкурсу и по тенденциям в технологиях образования с его точки зрения. А затем было несколько таких мероприятий. Ну, прежде всего, представление разных компаний или организаций. В частности, естественно, вначале была представлена британская сторона. У них есть британская ассоциация поставщиков образовательных продуктов, называемая BISA. Соответственно, они рассказали о том, что из себя представляет рынок «Этэка» в Англии. И это, надо сказать, очень достаточно заметный рынок. Вот здесь есть цифры, которые говорят, что у них там 1200 компаний «Этэк», базирующихся в Англии, из которых 1000 базируются в самом Лондоне. Это фактически четвертое по концентрации место во всем мире по концентрации компании «Этэка». Восемь из самых быстрорастущих европейских «Этэковских» компаний находятся в Лондоне. 35% инвестиций европейских компаний проходит в Великобритании. Ну и, соответственно, рынок этого «Этэка» оценивается 3-4 миллиарда долларов и растет каждый год на 22%. Те цифры, которые я показал, они на слайде. Дальше есть очень интересная компания в Лондоне, University College of London. Там есть такая факультет организации, занимающаяся технологиями образования. И они объявили впервые так называемый полностью онлайн-акселератор «Этэк». Именно на этом мероприятии они это сделали. Вот есть соответствующие ссылки. Это называется UCL Educate или есть соответствующий сайт, который позволяет фактически производить весь процесс финансирования, акселерации и консультации, менторинга стартапов технологического образования полностью онлайн. Это на самом деле действительно такая, она давно, идея эта давно витает в воздухе. Многие пытались сделать. Конечно, онлайн-инструменты используются и в очных акселераторах. Но вот идея о том, чтобы полностью процесс перенести в онлайн, она достаточно интересная. И вот о таком акселераторе, полностью онлайн-акселераторе, они объявили как раз на буткэмпе. Очень интересное было сообщение от компании Digital Promise. Триша вот представила, они представили некий инструмент. Я немножко о нем расскажу. Насколько я так понял, вообще говоря, там надо еще разбираться, что он из себя представляет. Насколько я понял, фактически они делают определенные рекомендации и анализ тех курсов, стартапов, которые занимаются учебным процессом, с точки зрения соответствия дисциплины, которая преподается на этих курсах и в этих школах, тем разнообразием студентов и те навыки, которые требуются на данном предмете. Они дают рекомендации о том, что у вас не хватает, а что вам нужно улучшить в вашем курсе, в вашей школе, для того, чтобы достичь оптимальной стратегии в процессе обучения. То есть в соответствии как самому процессу обучения, так и тех учащихся, которые учатся в вашей школе, на вашем курсе. Это основывается на том, что есть определенное разнообразие учеников. В частности, здесь приведены цифры о том, какие есть разнообразия. Вот эти разнообразия нужно учитывать. У них есть два проекта, называется Learn Variability, то есть разнообразность учащихся. И в этом смысле есть соответствующие стратегии, позволяющие, то есть фактически есть оцифровка навыков, оцифровка способностей учащихся в разной степени. И вот эти способности и навыки, они определенным образом измеряются, определенным образом определяются. И даются на основе этих измерений рекомендации о том, как команде, которая занимается онлайн-обучением, улучшить их стратегии. Ну, еще раз говорю, что это, конечно, нужно более внимательно смотреть. У нас на сайте блога «Эткранч» скоро появится публикация по этому поводу. И там будет даже некое видео, сама Триша нам прислала и обещала. То есть там есть демонстрация этого инструмента или этого инструментария, который позволяет как раз настраивать процесс обучения. Следующая была презентация от известной компании Google Education, который, в свою очередь, учредил приз на конкурсе ГЕСа. Ну, эмоционально я бы хотел сказать следующее, что среди участников буткэмпа это выступление не вызвало особого, не то чтобы интереса, но вообще говоря, такого энтузиазма. Все-таки Google, конечно, показывает, то есть с точки зрения полезности и в конечном итоге ценообразования этих инструментов, получается, что в конечном итоге они, бывает, вносят, вводят какой-то определенный бесплатный инструмент, а потом раз его переводят в платную категорию. Это, конечно, многим не нравится и вызвало такое, в общем, противодействие. Но, с другой стороны, вот второй участник буткэмпа, Amazon Web Service, нам очень понравился. И они действительно, мы знаем, есть у Google Education сектор или сфера такая со всеми их Google Chrome, компьютерами, Google Classroom. А у Amazon есть также, вот они фактически объявили на этом буткэмпе, и вот как раз участник из Швейцарии, Хуан Бильчес, мы с ним познакомились, он как раз объявил такой сервис. Он объявил направление деятельности Амазона, связанное с образованием и, точнее, даже поддержки технологических стартапов образованием. Ну, в частности, сами инструменты и сервис, вот этот Amazon Web Service очень популярен среди стартаперов. И многие участники этого буткэмпа, конечно, хотели бы получить эти бесплатные инструменты, то есть эти инструменты в бесплатное пользование. То есть они оценили его больше по значимости, чем Google for Education. Ну, в частности, как вот может быть Alexa использована в образовании сегодня? Во-первых, она может сделать обучение более забавным и более доступным, может помочь поднять производительность в образовании, соответственно, построить определенные, то есть получить некий экспириенс, опыт в умных кампусах, расширить образование помимо обучения в классе во внешкольную деятельность, ну, и вообще говоря, помогать ученикам, соответственно, повысить эффективность, результативность образования. Ну, вот известная компания Ibis Capital, которая недавно объединилась с китайской компанией Meton. Кстати говоря, я хотел бы прорекламировать свой канал Digital Education на Zen Yandex, где мы стараемся периодически публиковать все новости с фронта технологий в образовании, с фронта ЭТЭ, и вот новость о том, что они сделали альянс крупнейшей китайской компании, была в этом канале. Ну, вот Бенджамин Ведренг-Клакет из Ibis Capital, они на самом деле являются такой венчурным фондом, который поддерживает образовательный проект, но в том числе они ведут очень крупную, известную, помимо вот BAT, вторая, наверное, известная конференция в Англии, называется ЭТЭК-Х, ну, соответственно, имеет сетевой характер в разных странах, ЭТЭК-Х-Глобал, ну вот он сделал, соответственно, доклад, но не по своей компании, не по конференции, а вообще, говоря, стал говорить о трендах, о будущем, то, что нас ждет в будущем, с его точки зрения. Ну, в частности, он, вот такие даже термины, то есть, он, во-первых, показал, в чем отличие новинок, точнее, применение технологии в образовании, как вот ЭТЭК-компания, чем она отличается от других секторов, в том числе и того, что одновременно происходит как консолидация, как глобализация, так и цифровизация процесса. У других компаний это происходило поочередно, ранее это происходило поочередно, а сейчас это все происходит одновременно в образовательном секторе. Ну и, в частности, вот такие новые термины, как Homo eruditus, K-bot, то есть, совместные боты, которые работают на образовании. Ну и вот этот термин, когда рассматривается вопрос этики искусственного интеллекта в образовании, и возникает вот этот термин Homo erudity, AI-nity. Очень, ну, для меня это, по крайней мере, была такая новая терминология, новый термин. Так, время бежит, нам надо быстро пробежаться по всей презентации. Итак, Global Tech Startup Awards. Финал состоялся в Лондоне в четверг 23 января. Там было представлено, ну, во-первых, собственно говоря, немножко о том, какие стартапы, на какой стадии они, больше всего, на какой стадии они принимаются. Конечно, больше всего те, которые занимаются саморазвитием. Второе, это пассивной раунд финансированный, ну и в меньшей степени все остальные. Такие как, да, и там есть, вот, соответственно, сектора early stage, то есть раннее обучение, школьное образование и так далее. Ну, надо сказать, что сама компания Mindset, конечно, больше всего ориентируется на раннее образование и школьное образование, начальную школу. Они фактически сотрудничают с Министерством образования Израиля. И, естественно, вот эта их направленность немножко отражается на характере тех команд, стартапов, которые участвуют в конкурсе. Но на самом деле, конечно, представлены были все уровни образования, все секторы. И вот из доклада Ави Варшавского о том, как это, про историю конкурса, он, конечно, тоже представил определенные тренды, тенденции. Ну, в частности, если говорить о, расшифруйте ГЕСа, Global Tech Startup Awards, то есть глобальная премия технологических образовательных стартапов. Ну, по первым сокращенным буквам. Так вот, какие тенденции, скажем так, финансированию развития стартапов? Смотрите, если рассматривать три сектора контент, то есть учебные планы, контент, который требуется для обучения, то есть если рассматривать образование, делить на то, что является обучением, то, что поддерживает учителя, преподавателя, ну, или тех, кто занимается обучением. И третье – это то, что называется организацией или, соответственно, операцией, управлением школьной системой, органом образования, организацией образования или какой-то другой школы, так вот, видно, что по годам сектор собственного обучения падает в технологических стартапов образования, а вот сектор связан с поддержкой и с управлением, то есть организацией взаимодействия растет. И это очень важный тренд, который, на самом деле, и говорит о роли стартапов технологических образований. То есть, конечно, больше от них требуется именно вот эта поддержка, управление, организация, взаимодействие. Это больше для них имеет, наверное, смысл, чем просто создание обучения и замена учителей какими-то роботами. Ну вот, на этой таблице представлены те победители полуфиналов в разных странах. Я не буду, конечно, о них всех рассказывать. В принципе, они все доступны. Также они у нас описаны в канале ZenYandexDigit. Ну, я думаю, что расскажу вот о победителях, которые были. Их было четыре. На самом деле их было фактически два. Компания Genely, вот она тут тоже есть, из Испании. Очень интересная компания, создающая контент, интерактивный контент. И он, конечно, впечатлил всех. Он действительно такой изра... Это не просто там учебники, интерактивные учебники, а там и виртуальная реальность есть, там есть, ну, практически медийные какие-то издания и так далее. То есть, для учителей это действительно богатый источник такого современного интерактивного контента. Конечно, на него стоит обратить. Ну, был вот наш победитель, который понравился. Во-первых, Дима Плотников очень хорошо выступил. Ну, мы считаем, что в нашем... У нас тоже есть заслуга в том, что все это хорошо прошло. Он... У него хорошая была презентация. Они очень большое внимание уделяют презентации. Вообще говоря, сам интерфейс и, точнее, вот эта визуализация, характер того, что они делают, а именно они делают в онлайне такой мобильный, мобильный разного рода помощник, ассистент на основе алгоритмов искусственного интеллекта, который помогает изучать язык детям. Это, конечно, и сама вот идея, и сам дизайн, мультипликационный персонаж, который помогает детям учить язык. Это, конечно, впечатлило многих экспертов. И, на самом деле, я думаю, что заслуженно в номинации победителя и давации, фактически это при голосовании, там было так, насколько я понял, я сам тоже там участвовал в голосовании, насколько я понял, там было как бы две составляющие. Там было какое-то ядро экспертов, которое, наверное, определило, что это Дженнили, и второе, был, наверное, более расширенный круг экспертов, которые определили победителя, дали первое место непосредственно в процессе выступления. Я думаю, как раз по этой второй номинации лидером оказался, неожиданно для нас оказался MyBody.ai. Ну и вот другие победители, которые тоже получили призы, а это фактически те, кто занял вторые места в этих двух номинациях. Вот эта компания, точнее, сервис «Коллига», он из Франции. На предыдущем это относится к компании «Learn&Go». Это некий такой адаптивный учебник для лиц с ограниченными возможностями по почерку. Ну, вообще говоря, я потом расскажу о том, что тема конференции, одна из тем важных была инклюзия, и многие, ну, такая направленность, наверное, и вообще говоря, действительно, это очень здорово и интересно. Ну и второе место вот среди тех экспертов, которые участвовали в оценке, которые ставили первое место той или иной компании, оказался вот этот «Black Balloon». Соответственно, это команда из Великобритании, но на самом деле там тоже корни где-то в другой стране. Мы с ним, с представителем тоже познакомились. Это цифровые ресурсы для повышения финансовой грамотности. Ну, такая достаточно очень интересная, то есть финансовая грамотность – это одна из компетентностей, которая требуется от учеников, учащихся, и это, конечно, развивающийся такой сектор образования. Ну, я тут некоторые фотографии покажу. Вот здесь, видите, Дима у нас на первом месте. Вот его фотография вместе со мной. Ну, и кроме того, там был также еще другое мероприятие. Там было другое мероприятие, которое называлось типа Shark Tank. Это аналог американской программы, некого такого конкурса тоже стартапов, на котором, вот, судьи были некая такая в виде сессии, презентация в определенном месте конференции БЭТ стартапов. И на этом конкурсе Shark Tank победила израильская компания Speak. Это некий такой автоматизированный тест, который на самом деле анализирует, насколько вы хорошо разговариваете по-английски для того, чтобы вас быть, чтобы принять на работу. И это анализируется автоматизированно, то есть, и дает некий профиль ваших языковых навыков студента или кандидата на работу. Ну, достаточно очень интересное, перспективное направление, и, конечно, вот, достаточно оригинальное. Они получили первое место. И, в общем, всяческая им похвала. Ну, теперь я, немножко рассказав о том, что происходило на буткемпе, все рассказать, наверное, сложно. Там, действительно, основной было коммуникации и нетворкинг с видными экспертом. Там, действительно, были видны эксперты в технологии образования, как с точки зрения инвестирования, так и с точки зрения развития. Ну, и сами стартапы там были. Вот. В этом смысле это достаточно интересное мероприятие. Хотя, ну, некоторые наши, может быть, не особенно были удовлетворены тем, что, ну, не знаю, может быть, тем, что они, некоторые, хотели бы большего, может быть, хотели. Но, с моей точки зрения, достаточно было интересно. Объять все невозможно. А вот возможности для коммуникации, для того, чтобы познакомиться с чем-то новым, было очень много и хорошо. Ну вот, а теперь я перейду непосредственно к конференции, которая состоялась с 22 января по 25 января. Там было шесть основных тем. Вообще говоря, по... Я был на предыдущих конференциях некоторых. Некоторые изменения с точки зрения организации, с точки зрения площадей там были. С одной стороны, может показаться, что раньше, может быть, не иногда было больше толпы, но с точки зрения количества компаний, с точки зрения возможностей там ничуть не было меньше. Вот. И, в принципе, видно, что они развиваются, они пытаются найти новые ниши, новые форматы. Вот на этой конференции было шесть основных тем. Я говорил, вот была инклюзия. Ну, они вот так и называются. Расширение возможностей преподавания и обучения. Технологии будущего и тенденции, социальная мобильность, особые образовательные потребности, инвалидность, инновации, ну, и навыки Белгостана. Так они условно называются. Но всегда на конференциях есть определенные слоганы, определенные темы, которые определяют, во-первых, специфику одной конференции от другой, а с другой стороны определяют те тенденции, которые происходят в мире в области образования. Ну, и вот на этой конференции было так называемые шесть зон пространства БЭТ. Во-первых, была некая учебная зона, где можно было бы чему-то научиться. Была некая преподавательская технологическая зона, где, соответственно, преподаватели опенивались информацией. Была зона управленческих решений. Ну, туда, в эти зоны, во-первых, как это, это же БЭТ, с одной стороны, эта выставка перемешанная с залами или зонами, с местами для презентации, для лекций, для какого-то такого запланированного мероприятия, в том числе от тех компаний, которые выставлялись на конференции, на выставке. Ну, образовательное шоу – это тоже такой элемент современных конференций, когда вот эмоциональный аспект включается во внимание. Ну, соответственно, зона оборудования не программного продукта, а именно зона оборудования аппаратуры, то есть железа так называемого. Ну, и глобальная демонстрационная зона, где происходили такие самые яркие мероприятия. Ну, там было много мероприятий. Конечно, на всех посетить все мероприятия невозможно, просто невозможно, ну, по разным причинам, тут и просто физически невозможно посетить. Невозможно посетить все компании, 800 компаний. Ну, представляете, если вы внимательно, да просто даже вот посчитайте, сколько у вас времени будет на каждый стенд, если вы с утра до вечера будете ходить. Ну, наверное, теоретически можно, но очень сложно. Поэтому, конечно, тут лучше работать каким-то командным образом, разделив ваши зоны интересов. Ну, я бы отметил некоторые презентации, на которых я присутствовал, и которые были интересны. Ну, в частности, вот Сугата Митра, известный такой визионер, идеолог, который в свое время прославился тем, что выбросил в стену компьютеры для абсолютно безграмотных детей. И они научились сами, без всякой помощи, научились работать на этом компьютере и научились делать интересные вещи. Ну, вот Сугата Митр выступил тоже с ключевым докладом о будущем обучения. И я бы сказал, что некоторые темы, достаточно, некоторые тезисы его достаточно спорные. Ну, в частности, ну, то, что, например, он объявил эпоху конца знаний. Вы представляете, это очень такой спорный тезис. Тем не менее, он говорил о том, что школа должна сосредоточиться на коммуникациях, на будущем, на творческих способностях. И способность определять вот это будущее, это, собственно говоря, и есть функция школы. А то, что сейчас есть, она говорит о том, что мы используем данные из прошлого, а мы должны действовать, используя предчувствие будущего. Ну, в общем, такой достаточно визионерский доклад. Он, конечно, впечатляет, но в то же время вызывает определенные сомнения и, наверное, дискуссии, что хорошо. Ну, я думаю, что, по крайней мере, это интересно, слушать это было интересно. Также там был такой глобальный, у конференции есть глобальный совет по образованию, по глобальному образованию. В нем представлены вот эти видные деятели. Я как раз посетил это мероприятие. Ну, из всех людей, в принципе, со многими из них мы знакомы. Мне вот понравился Эрик Абрамс из Стэнфордской школы образования, магистрской школы образования. Он занимается инклюзией. Я думаю, что вот как раз ему, с ним очень интересно его пригласить к нам. И, то есть, очень такой интересный человек. Мне кажется, его стоит пригласить к нам и послушать его, и пообщаться с ним. Ну, там были очень крупные компании. Как вы, может быть, знаете, Випкит, китайская компания. Они сотрудничают с Оксфордским университетом пресса с изданием. Фактически самая крупная компания по тьютерингу, по репетиторству. Очень много новинок. Надо, конечно, их с ними смотреть, знакомиться. У них очень много интересных идей, в том числе и в тьютерстве, в репетиторстве. И, соответственно, я считаю, что мы даже, по-моему, пытаемся их пригласить. Очень тема интересная. Я не мог ее пропустить. Это Майкл Форшоу, Innovate My School. Фактически речь идет о том, чтобы доказательно и рекомендательно проверять, а какие технологии работают, какие инструменты работают в школах. Это, вообще говоря, становится очень такой перспективной темой в школьном образовании. То есть, когда мы даем рейтинг, мы даем рекомендации специалистов, экспертов, или тех, кто уже использовал такие инструменты, или специалистов из компании ТЭКа, которые говорят о том, как осуществлять закупки для школ. Это, вообще говоря, видно даже по всем действиям, по всем инициативам. Это такая растущая потребность, когда при принятии решения о закупках начинают участвовать не только администраторы, но и учителя, специалисты, эксперты. Я не знаю, насколько она у нас разовьется у нас, но так или иначе, это очень перспективная тема с моей точки зрения. Ну вот посетил очень такой интересный доклад от Кампскоп компании, «Как построить умный кампус?» И, соответственно, сделать его очень ценной составляющей для университета. Ну, в принципе, есть соответствующие слайды, публикации. Вообще говоря, если какой-то интересный, мы можем дать контакты, можем переслать дополнительную информацию по этому. Я, как говорил, мы сейчас галопом по Европам пытаемся быстро рассказать все, тем более у нас еще осталось 20 минут. Flipping the flip. Ну, сама идея перевернутого класса, она известна давно. А здесь речь идет о том, что появляются инструменты, которые позволяют перевернуть не только класс, не только вот то, что вы там лекции читаете, смотрите дома, а занимаетесь заданиями в классе, но и сам процесс преподавания. То есть, когда вы включаете учащихся, учеников, школьников, процесс преподавания. Ну, и есть обратная связь. Ну, в частности, вот Марк Андерсон, он из компании, такой ICT Евангелист, они рекламировали свой инструмент ClickView, ну, и там было много всяких интересных моментов. В любом случае, мне кажется, стоит присмотреться к функционалу, к возможностям таких инструментов для школьного образования. Ну, вот. Был также представлен, вот есть такая организация GISC, английская очень такая. Они занимаются исследованиями, опросами. Они представили на конференции некий такой отчет. Он также доступен в открытой печати. Сара Найт, она сделала презентацию этого нового отчета. Ну, там даже где-то есть ссылки. В принципе, все это доступно. Тоже интересно посмотреть, как студенты и преподавательский состав в высшем образовании и дополнительном образовании реально используют технологии в образовании. Это очень интересно. Оно дает идеи и смысл деятельности для многих компаний, команд. Ну, и, соответственно, для школ. Некий раздел, то есть, вообще говоря, на БЭТ были представлены крупные известные компании. Сейчас я пробегусь по ним. Ну, и, кроме того, были новые компании, которые раньше на БЭТ не присутствовали. Вот я первую часть расскажу о тех известных компаниях, а вторую попробую пробежаться по продуктам. Именно, опять-таки, я повторяю, что продукты для обучения, для преподавания, я в основном здесь акцент делаю именно на этом, даже не на железе, не на таких организационных продуктах, а скорее вот то, что используют с учителями. Надеюсь на то, что основная целевая аудитория нашего семинара – именно преподаватели. Итак, новые технологии от известных компаний. Вот вы, наверное, знаете дисплей ViewSonic, да? Наверняка многие с ними столкнулись. Фактически их идея заключается в том, что они перенесли систему, они создали определенный функционал для использования проектора, дисплеев, мобильных экранов разного формата, разного размера в облачный сервис. И вот этот облачный сервис, он, с моей точки зрения, достаточно перспективное направление. У них есть там два продукта, точнее, есть программа обеспечения MyViewBoard с разными функционалами. Во-первых, с функционалом по взаимодействию, типа вот MyViewBoard Mouse, функционал по созданию видео и функционал по управлению, собственно говоря, разными, причем интеллектуальный функционал на основе алгоритмов искусственного интеллекта использования дисплеев в образовании. Ну, конечно, робототехник там была представлена, очень большие компании, очень много всяких интересных новинок. Но что интересно, вот там были представлены так называемые мини-роботы, то есть буквально игрушечные роботы, которые располагаются на столе, то есть они небольших размеров, но фактически обладают всеми функционалами робот. Из них вот, например, два. Это Ройби, получивший тоже недавно финансирование, Ройби-робот, и вот Юбитек, Альфа-мини. Ну, Альфа-мини – это человекоподобный робот, но тоже маленький, а Ройби-робот – это такой какой-то искусственный персонаж. Вот мне кажется, что Ройби-робот гораздо более симпатичен в современных условиях, чем просто вот человекоподобный робот. И в этом, мне кажется, есть какой-то смысл. То есть не обязательно робот должен быть человекоподобным. То есть это вот, ну, опять-таки, я, может быть, свое мнение. То есть выход за рамки определенной границы, то есть приводит к тому, что вот такие интересные новые игрушки, они вызывают интерес у детей. Сколько стоит? Ну, я думаю, что вся эта информация, конечно. Ну, я думаю, что порядка там 200-300 долларов. Наверное, что-то в таком диапазоне. Там, конечно, зависит от комплектации, от того, как... Ну, по-моему, там около 200-300 долларов. Так, мне кажется. Ну, фактически, мы же знаем, что есть вот эти голосовые помощники. Ну, что-то, пример, которые фактически базируются на облачных сервисах. Они тоже где-то из того же диапазона. Ну, вот разные комплекты игрушечные для того, чтобы обучать программированию. То есть направление программирования Steam, не просто Steam, а Steam, включая искусство, оно точно развивается. И среди них я бы ответил следующее. Тоже известная компания Robotics, которая предлагает несколько продуктов, помогающих учащимся развивать навыки программирования. Причем включающие алгоритмы искусственного интеллекта. И вот это Кана Компьютер, тоже известная компания, позволяет не только собрать компьютер и программировать, но и вообще говоря, программировать галактику с помощью приключений, звездных войн и многое другое. То есть очень такое увлекательное обучение получается. Ну, большой сектор рисования, видео, мультимедиа – это, конечно, достаточно известное направление в образовании. Тут я бы отметил видео, Book Creator, это, соответственно, видеоредакторы, инструменты для создания цифровых книг. Ну, опять-таки, различные там ролики, видео, explain everything, когда вы можете любую вещь через мультимедийную штучку, мультимедийную презентацию объяснить. Infinite Painter – это продвинутый алгоритм для рисования на планшетах с очень удобным интерфейсом. Squid – создание графических заметок. Вот, ну, эти ссылки, они очень интересные. Это как раз те крупные компании, которые занимаются инструментами для обучения. Ну, и я, безусловно, хотел бы отметить отдельное направление аудиообучения, которое интересно для меня, так как мы разрабатываем некий такой мультимедийный стандарт трейдия в наших условиях, пытаемся его тоже продвинуть и увлечь аудиторию, которая, с нашей точки зрения, гораздо дешевле. То есть она может использоваться в онлайн-обучении вместо массовых, вместо видео, но с точки зрения производства она получается дешевле, чем все эти видеостудии. Вот аудиообучение интересное. Там был хороший, интересный стенд SoundTrap for Education. Позволяет создавать различные креативные звукозаписи, причем интегрировано с системой управления обучением, с функциями классной, ком, заданиями, планами уроков и многое другое. Это фактически имеет встроенные преобразователи слова в текст, аудио в текст, ну и наоборот, соответственно, генерации позволяет получать совместное редактирование транскрипции и, естественно, высочайшее качество звука. Ну вот теперь, у нас время поджимает, инструменты для преподавателей, которые, по мнению организаторов, они относились к классу новых компаний. Конечно, некоторые из них уже нам известны, но все-таки по их классификации это были новые компании. Опять-таки я только касаюсь тех компаний, которые дают нам инструменты для преподавателей или для учебных процессов. 360 Media House – облачно-образовательная платформа для виртуальной реальности из Финляндии. Пожалуйста. То есть она создает уже вот собственно… Вы можете создавать собственный VR-контент с использованием вот этих так называемых 360-градусных сред. Но также вы можете там двухмерные медиа, опросники, звуки. Это, конечно, очень такое современное направление и, наверное, его стоит отметить. 6-bit Education из Великобритании, достаточно новая компания, оптимизирует процесс обратной связи по математическим вопросам. То есть при этом она определяет определенный закон момент. То есть когда учитель в каком-то смысле тренирует процесс программного обеспечения и затем уже фактически оно может давать автоматический ответ. Movie Land Academy – израильская компания. Это очень интересно в том смысле, что они собрали, как они утверждают, это, так сказать, одну из самых крупных коллекций голливудских фильмов, которые можно использовать, то есть это передовая платформа такого потокового видео, стриминга, и созданная для педагогов, позволяет лицензионный, фактически легальный потоковый ресурс, который можно использовать при помощи, то есть используя при этом различные материалы из имеющихся видео, фильмов и так далее. Венгерская платформа ECRIEL – программа обучения алгебре, которая помогает учащим учиться, учителям преподавать более эффективно. Имеет разные сложности и позволяет фактически некая помощь в математическом образовании. AI Smart Learning – Малайзия, очень известная страна в образовательных технологиях, которая фактически продвигается в этом направлении, и у них есть много инициатив именно даже в искусственном интеллекте. И, конечно, применять эту платформу в наших условиях очень сложно, наверное, вряд ли возможно, но, по крайней мере, смотреть, какие идеи, какие функции, как они развивают вот эти живые уроки и устные оценки, как они развивают научные лаборатории, как они используют алгоритмы искусственного интеллекта – это, конечно, интересно и стоит посмотреть. И австралийская компания AR Reality – это также одна из платформ, которая делает, а, она делает на самом деле, вот что она делает. Она делает фактически уроки по безопасности, делает бесплатные, по безопасности движения. То есть фактически вы можете даже у себя их использовать. Если вы касаетесь вопросов безопасности движения, особенно связанных с международным движением, то есть можно обучать учеников именно на этой платформе. Бикаст – некое цифровое решение, которое позволяет делиться презентацией. Причем презентации особые, не просто вот там PowerPoint, но вообще говоря, такие достаточно интересные, интерактивные, более интеллектуальные. Ну, вот, пожалуй, все. И тут, опять-таки, надо знакомиться, внимательно смотреть. Но вот то, что это можно совместно использовать, можно использовать не только в классе, но и в таком сетевом режиме. В сетевом – это очень такое перспективное направление. Броузли – победитель предыдущего бет-компании по… Финалист, по крайней мере, не победитель, но финалист. Персонализированное чтение, проверенное персонализированное чтение. Повышает грамотность, умение читать, писать, слушать, презентовать. Вовлекает родителей. При этом вот это и есть такая терминология – триангуляционная оценка, когда одновременно наблюдается за тем, что делает школьник. Включается в разговор, и он также включается в письмо. Вот они показывают, что есть увлечения. Ну, вообще говоря, известный инструмент канва для рисунков, для шаблонов, для дизайна, инфографики, создания постеров. Но на этой конференции, на этой выставке он был впервые. Кул – платформа, посвященная тому, чтобы с единым логином можно было переходить к разным предложениям от разных издателей и провайдеров учебных материалов. Тоже очень перспективное направление, чтобы облегчить жизнь как учителей, так и студентов, прежде всего. Ну, вот обучение программирования. Code for Kids. Южноафриканская команда, которая делает обучение, причем в разном виде, с использованием реальных инструментов и контента от 8 до 15 лет, в том числе и для… повышает квалификацию учителей. Ну, вот датская компания D-Tool позволяет учителям оставлять отзывы. То есть там дополнительно в Word майкрософтовский встраивается такой функционал. Ну, как бы некая встроенная функция. Сейчас такие и есть компании, которые делают. И фактически очень удобно. Можно делать разные замечания в разном виде. Замечания, обзор, рефлексию по работе ваших учеников. И вот эта функция там действительно можно посмотреть. Ну, индийская компания Deception. Комплексное решение по управлению детьми от ведущих специалистов в поддержке образования. Ну, опять-таки, я еще раз говорю, что вот это новая компания, но которая требует… Вот, не попробовав, вряд ли можно оценить того, стоит ли его внедрять, не стоит ли с ними сотрудничать, не стоит. Я, по крайней мере, здесь еще раз повторяю, показываю те инструменты, которые с внешней точки зрения, с точки зрения направления применения, мне показались интересными. Эдюмедиа – симуляция STEM в каких-то видео, и, как утверждает, она является крупнейшим в мире хранилищем интерактивных HTML5 документов, или доступен на восьми языках, включая арабский и русский. Ну, вот, непонятный, по крайней мере, инструмент – дорожная карта чтения. То есть, мы знаем, есть рекомендованные списки чтения, а вот здесь как бы дорожная карта чтения. Ну, конечно, она посвящена тому, чтобы делать процесс учения более увлекательным, более интересным. Вот, время у нас немалимо бежит к концу. Бесплатный инструмент «Эмпатика» для преподавателей, позволяющий им соединять свои классные комнаты с другими людьми по всему миру, дает возможность и учителям, и студентам взаимодействовать с другими людьми по всему миру. Мне кажется, это очень интересная идея, когда вы в класс вовлекаете глобальное сообщество учителей, примерно занимающихся теми же и самыми темами. Не спешите. Хорошо. «Эмпатика» – так, это то, что мы вот сейчас рассказывали. Ну, вот и «Новозеландская», «Кайс Клан» – это некий такой опыт совместного программирования, робототехники в виртуальной среде, дополненной реальности. Фактически использует разнообразные приложения, то есть может программировать в стиле «Скрэтч», может делать планы уроков, совместную работу, интернет-твичей, датчики, ну и так далее. То есть разные навыки. Опять-таки, это надо все смотреть. Из Хорватии авторский инструментарий и системы дистрибьюции, то есть распределения. То есть авторский инструментарий, понятно, это инструмент, который для авторов цифрового контента, который не имеет навыки программирования. Оно, естественно, упрощает создание, а затем публикацию и распределение этих, как в оффлайне, так и на собственных мобильных телефонах. Ну, вообще говоря, по-моему, известный вот этот опросник, вернее, инструмент, который «Квизлет» из Великобритании, помогает каждому ученику, дает некие такие, во-первых, имеет некие бесплатные учебные наборы, режимы обучения, игрового обучения. И, конечно, утверждается, что дает достаточно вовлекающий класс. Добот. В общем-то, очень крупная компания, китайская компания, фактически является ведущим мировым поставщиком образовательных решений в области искусственного интеллекта и робототехники. Естественно, создает такую образовательную платформу, систему обслуживания для образования школьного, высшего, профессионального в том числе. Ну, вот тут не стоит не отметить, потому что действительно очень крупная компания. Ну, мне она была до этого неизвестна, поэтому я здесь ее и ответил. Вот она, кстати, представлена на стенде. Очень такой заметный, яркий стенд был. Ну, вот следо – это один из инструментов голосовалки или использования вопросов и ответов в учебном процессе. На самом деле, мы знали о нем раньше, но вот организаторы конференции поместили в разряд его новых компаний, которых раньше не было. Ну, таких инструментов достаточно много известно. И тут уже надо смотреть, какой из них по интерфейсу, по использованию более удобен для конкретных преподавателей. Тотисторий – некое адаптированное программное обеспечение, а также творческие мастерские, которые позволяют делать так называемые… и создавать, писать, рисовать, редактировать свои собственные истории. Очень интересный инструмент, легко осваиваемый, позволяет создавать вот эту историю, делиться с другими классами. Естественно, по всему миру. Что вполне способствует тому, чтобы ваш ученик, ваш студент находился в глобальном мире. Мы, так как мы представляем конференцию «Эдкранч», мы, конечно, сторонники глобализации образования. То есть, в смысле, что нельзя отгораживаться от внешнего мира, нельзя не знать того, что там происходит. А в некоторых случаях обязательно стоит сотрудничать с ними. Ну, конечно, на конференции было небольшое количество наших российских компаний. Вот вы здесь видите «Экзамус» Дмитрия Истомина, нашего хорошего знакомого. Там также была «Джолинга» – интерактивная доска для создания материалов массовых онлайн-курсов для вот такой записи. Ну, и там была компания, вернее, организация Московского департамента форума образования, точнее, город образования, «City for Education». Занимало достаточно большое место, было одно из, я имею в виду, крупное место и по высоте, и по площади. Но все-таки отличие некое было. Количество, конечно, посетителей как-то было не очень много, я бы сказал, на этом стенде. И по сравнению даже с теми же Турцией, там, Саудовской Аравии, вокруг было очень много таких, ну, естественно, английский сектор там был. Это был такой сектор, где был международный, он представлены разные страны, разные организации. Но надо только похвалить Московский форум «Город образования». Конечно, надо участвовать, я не знаю, они, по-моему, первый раз на «БЭТе». Вот. И это только похвально. Ну, там были, по-моему, еще компании, я, по крайней мере, вот тех, на которых был, на которых видел. Ну, и, наконец, я хотел бы, я по-то сяче, то есть, сама по себе конференция, конечно, хорошо, но некоторые заметки, замечания, они происходили вне конференции. И я бы хотел с вами тоже поделиться. Ну, в частности, вот я увидел вот такой плакатик «Скрэч-покрытие». То есть, вы для списка, как бы, рекомендованной литературы, для чтения в классе или дома, и вы, соответственно, прочитав каждый день одну книжку, стираете и получаете картинку. Очень, мне кажется, интересная, забавная идея. Ну, и тем, кто занимается образованием, конечно, надо знать, а каковы интересы у современной молодежи? Я вот тоже задался таким вопросом и получил следующий ответ, что действительно музыка, которой интересуется молодежь, она достаточно такая своеобразная, но интересная. Стоит с этим познакомиться. Вот этот музыкальный дизайн, музыкальный, это характеризует современную молодежь. И вот этих музыкантов, мне кажется, стоит знать, если тех, кто работает с молодежью, кто работает преподавателем. Вот. Ну что же, я уложился почти, почти уложился в один час. Светлана Валерьевна, давайте, может быть, у вас какие-то возникли вопросы. Спасибо. 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 Продолжение следует...